МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Строили, строили, но так и не построили. Полигоном твердых бытовых отходов Чуваши занимаются уже три года. Как продвигаются дела, сегодня посмотрела глава Республики Михаил Игнатьев. Огромная площадь, практически не видно пределов. Касается это не только территории, но и окончания работ. За строительство современного полигона для мусора изначально взялась уже скандально известная фирма Парнас. Нынешнему подрядчику работы приходится не только доделывать, но и переделывать. Тем не менее, с мертвой точки сдвинулось. Идет завершение работ по первой карте. Работает техника по устройству дренажей и дальнейшей отсыпки песка, чтобы с последующим проложить изолирующий материал. Работа сдерживается. Здесь осталась тень Парнаса. Не хватает песку. Сейчас будет решаться вопрос. Буквально в ноябре месяце решение суда по неустойке за несвоевременное выполнение работ. Миллион четыреста взыскано с Парнаса. Будет у нас паривать, скорее всего, наверное, это решение. Суды судами, кто бы ни был виноват, начатое дело нужно закончить. Причем как можно скорее, отметил глава Чувашия. Так, к примеру, дорога к полигону в Объездного Чебоксарск уже готова. Нет вопросов. Мы с этой площадкой уже занимаемся сколько лет? Три года. Десятого года. Три года. Город Чебоксары, Новый Чебоксарск, Минприроды, Чебоксарский район, соответственно. Понятно, вопросы земельные непростые вопросы. Действительно, кроме Парнаса ведутся судебные разбирательства с еще одним подрядчиком. И на этот раз спор насчет земельного участка под строительство мусоросортировочного завода. Был объявлен городом Чебоксары аукцион на право строительства мусоросортировочного комплекса по технологии, соответственно, было расписано в техзадании. Здесь победителем был Патрам Че, но он не выполнил своих обязательств, соответственно, был расторгнут с ним контракт, но до сих пор идут судебные тяжбы с ним. Если нынешние подрядчики к своим обязанностям подойдут ответственно, а вопросы с предыдущими в ближайшее время удастся решить, то в следующем году полигон заработает на первом этапе, то есть начнет принимать мусор. Тогда объявят конкурс для инвесторов, которые продолжат строительство. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Насколько эффективно российские регионы подготовились к зиме? В некоторых субъектах с наступлением холодов батареи так и не потеплели. К ответу губернаторов призвал председатель правительства России. Сегодня Дмитрий Медведев провел видеоконференцию по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Подготовить к зиме нужно было по сути 2,5 миллиарда квадратных метров жилья. Цифра, конечно, фантастическая. В среднем по стране план был выполнен, но есть территории, где он не выполнен до конца. Это Тыва, Бурятия, Коми, Тверская область и Калининградская область. Ее нужно нормализовать, обращаясь к руководителям регионов. В антирейтинге регионов, которые не успели подготовиться к зиме, чуваше и не значится. На то, чтобы подготовить объекты ЖКХ холодам из бюджета республики, было выделено около 3 миллиардов рублей. Капитальный ремонт котельных, замена десятков километров аварийных сетей и водопроводов. Все работы были завершены в срок. Отопительный сезон в Чувашии начался еще в конце сентября. А уже в начале октября, хотя и не без проблем, тепло получили все жилые дома и объекты социальной сферы. В некоторых регионах подготовить к работе котельные коммунальщики не успели до сих пор. Не все субъекты сформировали необходимый аварийный запас топлива. Еще одна проблема – рост задолженности за потребленные ресурсы. Ее необходимо сокращать, причем в самые сжатые сроки, отметил премьер. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. 26 ноября в Нижнем Новгороде полномоченный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич провел традиционную встречу с главными редакторами ведущих СМИ Приволжского федерального округа. На встречу приехали 49 журналистов из 14 регионов по Волжье. Такая встреча проходит уже в четвертый раз. Михаил Викторович ответил на 32 вопроса, в том числе и на вопрос нашей телерадиокомпании. Ответы Полпреда в нашем следующем репортаже. Встречу Михаил Бабич начал с подробного рассказа об основных направлениях работы в округе и о реализации наиболее значимых инвестиционных, социальных и общественных проектах. Особое внимание Полпред уделил развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. В Приволжском федеральном округе проживают люди разных национальностей и вероисповедания, поэтому данный вопрос стоит очень остро. 22 октября в Башкирии прошел совет при президенте Российской Федерации, где было принято решение о создании трехуровневой системы традиционного исламского образования медресе, исламские вузы, центра повышения квалификации. Это особо актуально для нашей республики, где проживают много мусульман. Уделил внимание Михаил Викторович иммиграционной политике. По его словам, Приволжский федеральный округ является транзитным коридором, в том числе и для жителей центральных и среднеазиатских регионов стран СНГ. Поток мигрантов у нас повышенный. Главная задача исследовать, изучить, анализировать причины и источники проблем и конфликтов и находить пути решения их на системном уровне. Подробно остановился Полпред на вопросах развития местного соуправления. Рассказал о работе Совета по развитию местного соуправления. Мы в течение года, работая в четырех рабочих группах, которые возглавили мэры наших крупных городов, проинвентаризировали практически все законодательства, как федеральное, так региональное и муниципальное, внесли более 240 предложений в нормативно-правовую базу с точки зрения повышения эффективности местного соуправления. По различным направлениям деятельности, начиная от вопросов благоустройства, транспорта, коммунального хозяйства, заканчивая вопросами делегирования полномочий местному соуправления. Самый главный результат работы Совета после поручения президента Российской Федерации в Госдуму внесен проект закона о снижении контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного соуправления. Вступает он в силу с 1 января 2014 года. Рассказал Михаил Бабич редактором и о развитии экономических связей с Китаем, об улучшении предпринимательского климата в регионе, о работе с многодетными семьями и детьми-сиротами. Важная спецвстреча – пропаганда через СМИ здорового образа жизни. Чувашия в этом плане имеет большой опыт. Ну, во-первых, Чувашия действительно очень активно развивается. Это раз. И это общепризнанный факт. Чувашия – это у нас субъект, который один из трех текущий год заканчивается с профицитом бюджета. Еще большой вопрос, как это удалось сделать властям республики. Все мероприятия федерального уровня, они все имеют различные формы поддержки из федерального бюджета. То есть и спортивные мероприятия, и культурно-общественные мероприятия, и юбилейные мероприятия – все всегда реализуются на совместной основе. Поэтому по всем этим направлениям, безусловно, будет оказана необходимая федеральная поддержка. Для этого, кстати, регионы и борются за получение права проводить эти мероприятия, в том числе для этого, для того, чтобы получить дополнительные ресурсы на развитие своих регионов. Что, в общем-то, совершенно обоснованно. Посмотрите, как изменилась Казань, проведя универсиаду. Ну, это просто другой город. Видеоверсию встречи полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича с журналистами смотрите в воскресенье в 13 часов 30 минут. 58 учебных заведений Чебоксар сейчас подключены к системе видеонаблюдения под названием «Безопасный город». До конца года видеокамеры будут установлены еще в шести. Наша съемочная группа побывала в 54-й средней школе столицы республики и увидела, как работает эта система. В школе установлены 32 видеокамеры, 5 из них на улице. Этого, по словам директора, хватает, чтобы обеспечить порядок на вверенной территории. Чувство защищенности от нашей сегодня непростой жизни у родителей, у учащихся и, прежде всего, у учителей. У учителей появилась возможность во время перемены больше времени уделять детям. К видеокамерам в школе привыкли. Говорят, это дисциплинирует. Конечно, без происшествий не бывает, но порой хватает и часа, чтобы разобраться в ситуации. Бывает, дети чересчур активны на перемене. Бывает, и зарятся на чужие вещи. Мальчики нас не мешают, потому что тут камеры есть. Мы дважды, следователь у нас однажды попросил, мы обращались к системе видеозаписей. Ну и сами однажды просмотрели. А так, в основном, ребята знают, что все записывается, поэтому, честно, сразу говорят, я больше не буду. С точки зрения директора школы, после появления видеокамер ситуация в районе стала лучше. Около школы не собираются сомнительные личности, родители спокойно за своих детей в учебном заведении. Правильно. Ребенок находится, большинство, в школе. Мы спокойны, что наши дети во время учебного процесса находятся в полной безопасности. Вся видеоинформация в школе хранится в архиве. Несмотря на наличие электронного глаза, от услуг охранников в школе не собираются отказываться. Ахтер нужен хотя бы для того, чтобы вовремя нажать тревожную кнопку. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Вечером 26 ноября произошло отключение электричества в северо-западной части города Чебоксары. На улицах Университетская, Гузовского, Ахазово и Эльгера. На несколько часов жители остались без света. В некоторых домах по проспекту Максима Горького электричество появилось только к обеду среды. Эксплуатирующая организация объяснила случившееся отказом оборудования. Без электроснабжения в минувшую ночь остались многие регионы Центральной России. Причина – мокрый снег, который привел к перебоям с подачей электричества. В Чувашии снег не успел натворить много дел, хотя дорожная обстановка осложнилась. Осадки начались еще вчера вечером. Сначала пошел дождь, затем он сменился на снег. Сегодня утром горожане обнаружили за окном уже небольшие сугробы. Означает ли это, что в регион пришла зима или от нынешних осадков в ближайшее время ничего не останется? Этот вопрос мы задали специалисту Гидрометеоцентра. Установление снежного покрова у нас связано с выходом южного циклона, очень влажного, который вот и принес нам осадки в виде дождя, мокрого снега, но и снега. Сегодня небольшой такой перерывчик в осадках, но с завтрашнего дня подойдет опять циклон атлантический и принесет нам опять осадки. Теплый сектор циклона, осадки будут умеренные, опять-таки в виде мокрого снега, снега, ну и может там по югу быть в виде дождя. 1 декабря мы уже ожидаем тыловую часть этого циклона, и там начнется заток холодного воздуха с севера. Температура воздуха немножко понизится. Ночью уже до минус трех восьми, возможно и местами по республике до минус десяти. И днем у нас будет хоть небольшой, но уже минус, где-то минус один, минус четыре. Между тем синоптики сообщают о штормовом предупреждении. Этой ночью и завтра днем усилится ветер до 20 метров в секунду. Возможен туман, ожидается слабая метель на дорогах гололедица. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил правительству подготовить все документы, необходимые для реализации законопроекта о бюджете. На днях руководитель республики должен подписать проект закона, принятый накануне депутатами Госсовета Чувашии. В первом квартале, чтобы мы провели все эти аукционы и практически средства, когда уже строительную работу можно начинать на тех объектах, были сроки все введены в эксплуатации. Сам персонально буду отслеживать, по каким срокам берут подрядчики обязательства и какие сроки должны вводить. Мы обсуждали на рабочих совещаниях, вот этих безобразий у нас вообще не должно быть. От этого кто страдает? От этого страдают жители наши, которые должны получить эти блага. Правительство рассмотрело также государственную программу информационного общества на 2014-2020 годы. Она направлена на развитие информационных и телекоммуникационных технологий. Во вступительной речи Михаил Игнатьев отметил, что основные задачи для власти предоставлять качественные муниципальные и государственные услуги, повышать информированность людей и получать обратную связь. Жители республики уже сейчас могут воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг, чтобы обратиться к власти в том числе. Накануне около ста жителей Шумерли пожаловались президенту страны и главе республики на управляющие компании города. Там вновь появились долги за коммунальные услуги. Потребили на 17 миллионов рублей, а заплатили через УК и ТСЖ лишь 10% от этой суммы. В последние три года Шумерли уже выделено свыше 180 миллионов рублей из республиканского бюджета, чтобы поддержать коммунальное хозяйство. Они в обращении пишут, я хочу просто процитировать, в городе нет ни одной добросовестной компании. Властвование неуправляемых и неконтролируемых управляющих компаний типа ООО все коррумпированы. После преднамерного банкротства с помощью чиновников, правосудия Чувашии, бывших руководителей управляющих компаний ООО в системе ЖКХ, находясь и под следствием, и под домашним арестом, и под подпиской о невыезде, вновь становятся руководителями других ООО под другой вывеской и сменой наименований и адресов банков по российской вентиляции для расчетных операций. Получается такая ситуация. Дельцы или мошенники, предполагаю, соответственно, которые выводят эти активы, соответственно, ответственности не привлекаются или очень слабо привлекаются. А в конечном итоге мы снова, с учетом того, что это вопросы жизнебеспечения, будем выделять соответствующие средства. Но это бесконечно не может быть. Михаил Игнатьев попросил подключиться правоохранителей для решения проблемы, созданной рабочей группой, и до 15 декабря должно пройти выездное совещание в Шумерле. В Чувашии ужесточена продажа алкоголя. Торговать им с 22 часов ночи до 10 дня запрещено. Исключение делается только для кафе и ресторанов. Ограничения времени, условий и места розничной продажи алкоголя введены еще в прошлом году. А в этом усилены. Практика такая, что они заходят в кафе, покупают напитки спиртные, выходят на улицу и спокойно разгуливают, выпивая. То есть сегодня запрещена эта практика. То есть в любых заведениях не разрешается, там, где происходит розлив этих напитков, я сказал, что это в кафе и ресторанах, запрещается выносить их на улицу. Это первое. Второе, особенно в сельской местности развиты были случаи, когда в магазинах продают алкогольную продукцию, но днем тут же стоит столик с стулом, и ребята, взрослые мужчины, распивают продукцию прямо в магазине. Сегодня также запрещено делать. Кроме того, мы запретили, если проводят какие-либо массовые мероприятия, ну, там, выставки, ярмарки. Также запрещена продажа алкогольной продукции. Под дополнительные ограничения попадают 50 предпринимателей. 14 уже отказано в лицензии, сообщил Владимир Аврелькин. В республике сейчас проводятся рейды. Проверки показывают. В некоторых магазинах и киосках алкоголем торгуют из-под полы. Они пытаются перевезти сейчас в ресторан. То есть, представляете, была какая-то закусочная. Они хотят сейчас сделать ресторан. То есть, ну, безусловно, они могут переименовать, но факт того, что будут ли они соответствовать этому или не будут, это мы будем уезжать проверять. Мы очень жестко к этому относимся. Еще раз говорю, на спокойствие граждан для нас превосше всего. К новостям культуры. В Национальной библиотеке Чуваши прошел юбилейный вечер, посвященный столетию со дня рождения народного поэта, прозаика, переводчика и критика Александра Алги. Будущий литератор родился в селе Кошкино-Ватимбаево в Татарстане, в знаковом месте для чувашской культуры. Напомним, выходцами оттуда были и просветитель Иван Яковлев, и режиссер Максимов-Кошкинский. Начальное образование Александра Алга получил в родном селе. Учился в пединституте, работал учителем в сельской школе, преподавал чувашский язык и литературу. Он написал немало книг, которые читают не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Читателям хорошо известны его литературно-критические и публицистические статьи. Алга работал и в области художественного перевода произведений классиков мировой русской литературы на чувашский язык. Много душевных поэтических строк посвятил поэт своему родному краю и родному селу. Один из основателей чувашской советской литературы. Он в 20-е годы пришел в литературу нашу и всю свою жизнь верно служил этой литературе и культуре нашего народа. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова